Приветствую вас в углу Ермоленца. В своем радио-шоу я часто предлагаю слушателям сыграть в игру, представив себя членами Совета директоров корпорации под названием Соединенные Штаты Америки и решить ту или иную насущную проблему. Сегодня я предложил им стать членами корпорации под названием Международное Сообщество. Какой план примирения сторон мы сегодня утвердили бы, чтобы прекратить войну между Россией и Украиной? Мирный план на основании прозвучавших в эфире предложений выглядел таким образом. Первое – прекращение всех военных действий. Второе – обязательство Украины сохранять внеблоковый статус. Третье – обязательство НАТО не принимать Украины в ряды альянса. Четвертое – отказ России от претензий на Крым и Донбасс и вывод оттуда всех своих войск. Пятое – объявление русского языка вторым государственным языком Украины. Шестое – представление широких прав региона. Повторяю, это коллективное решение моих радиослушателей. И на что я еще хотел бы обратить внимание. Уже первые комментарии прозвучали в Фейсбуке. И люди говорили, ну, это возможно только если первым пунктом будет четвертый пункт, а не наоборот. Я предлагаю к этому отнестись так. Я записывал по пунктам предложения, которые звучали в радиоэфире по мере их поступления. Поэтому я предлагаю заключить такой пакт между нами о том, что мы запускаем этот мирный договор, только если все пункты принимаются и реализуются, исполняются одновременно. Теперь мои комментарии. Украина доказала, как мне кажется, и себе самой, и миру, что она может воевать сама, не будучи членом НАТО. Для этого ей только нужно оружие, которое она может либо покупать, либо производить сама, как это делает, например, Израиль. Россия аннексировала Крым и Донбасс под предлогом защиты интересов русскоязычного населения. В этой войне русскоязычное население Украины проявило совершенно завидную лояльность своей стране. С участниками путинской спецоперации украинское население общалось на одном и том же языке во всех его подробностях. И я повторяю, это общий язык обеих сторон. Украинское правительство должно отказаться от дискриминационной политики по отношению к языку, которая, судя по всему, остается основным в стране, во всяком случае на ее востоке. Я говорю об отмене законов, которые запрещают использование русского в сфере обслуживания, или закон о прессе с невыполнимыми требованиями, которые приведет к ликвидации русскоязычной прессы в Украине. По крайней мере, 95 ее процентов. Эта война подтвердила. Русский язык не является врагом украинской государственности. Демократическая страна не должна бояться своих граждан, которые не жалеют жизни для ее спасения, независимо от того, на каком языке они говорят. Отмена этих законов утихомирит и тех, кто сегодня ждал Путина как своего освободителя. Примером Украины может послужить языковая политика Канады, Бельгии, Испании, то есть развитых стран, к семье которых Украина хочет принадлежать. Эти договоры, в отличие от минских соглашений, должны быть воплощены в жизнь немедленно, и у них должны быть гарантеры. Еще два слова по поводу языка. Я не могу утверждать, конечно, но я предполагаю, как мы сейчас все в основном предполагаем, каким будет будущее Украины. Я очень верю, вернее допускаю то, что масса людей, для которых русский язык на Украине был основным, после этой войны перейдут на украинский совершенно сознательно, добровольно и безо всякого давления. Но я не говорю, что это будет массовым явлением, но такая тенденция, мне кажется, будет. Со своим национальным прошлым Украина пусть разбирается сама, как и Россия со своим коммунистическим прошлым тоже. Не уверен, что им нужны в этом помощники, хотя работы много, пусть они ей занятся. Увы, война набирает обороты, число жертв растет, ненависть охватывает страну, как пандемия. Теперь в эту войну может тянуться Беларусь. Для американского президента эта война – самый эффективный способ отвлечь избирателей от плодов своей деятельности и нейтрализовать направляющийся в Вашингтон народный конвой. Он уже на полпути. По этой причине Байден и Путин будут продолжать поднимать ставки. У Байдена есть союзники-неаконы, которые уже начали говорить о том, что ситуация складывается благоприятно для смены власти в России. То есть проведение Майдана на Красной площади. Похоже на то. Но поскольку Путину, в отличие от Януковича, бежать некуда, итог может быть другим и очень печальным. Еще одно дополнение. Я не исключаю, что Украине не придется заключать мирное соглашение с Россией, исходя из морального состояния бойцов российской армии. Но это тема отдельного разговора. Всем спасибо, кто меня сегодня послушал. И сделайте одолжение. Либо подписывайте, либо распространяйте меня среди друзей. Это во многом стимулирует работу начинающего блогера. Всем пока. Будьте здоровы.